Добрые дела люди творят по зову сердца, поэтому и мероприятие, инициированное администрацией Московского района 10 лет назад, прижилось и стало традицией. Оно отворило оконцы в душе для большинства собравшихся в зале. Родители, детей, которым нелегко приходится в жизни болезни, трудности, материальные, психологические. В такие праздничные моменты все забывается, поскольку чувствуется забота других людей, чувствуется поддержка и приходит осознание того, что в этом мире человек не один, что есть те, кто в трудные периоды может помочь, поддержать, оказать помощь. Это уже десятая, можно сказать, юбилейная акция. Принимают участие детки с особенностями, в том числе детки и их родители с домов семейного типа. Это те детки, которые требуют повышенного внимания как со стороны родителей, так и от нас, простых людей, руководителей, дабы подарить им в это время, в эти минуты, особенно это в преддверии Рождества Христова, Нового года, подарить им немножко нашего тепла, здоровья, благополучия и, соответственно, подарить подарки. Когда-то уже давно, в августе 2011-го, был создан попечительский совет территориального центра социальной защиты. Население московского района с тех пор он работает, творя добро и благо. И не только в дни праздников и торжеств. Рождественский утренник – это одно из тех больших совместных мероприятий. Своеобразное триединство. Центр соцзащиты, администрация, руководители предприятий. Строить дома, вовремя выполнять задания благосполкома, но, наверное, еще ответственнее вот эта благотворительная акция. Мы заранее думаем о том, когда она пройдет, и что надо сделать для того, чтобы вложить душу, вложить свое внимание семьям, детям, которые нас ждут, которые рады этому празднику. И он уже, кстати, проходит 10-й год, поэтому сегодня юбилейный такой замечательный праздник. От сердца к сердцу, наверное, хотят многие, но, может быть, не у каждого получается каким-то образом больше внимания уделить, но порядка до 20 предприятий сегодня активно участвуют в этом благотворительной акции. От сердца к сердцу. Скажите, продолжится акция? Обязательно продолжится. Я думаю, она должна каким-то образом еще масштабы расширяться, еще больше находить какие-то подходы, какие-то интересные моменты, чтобы было интересно в празднике, не только в празднике, но и в жизни, чтобы было. Видели дети, воспитывались. Есть внимание в нашей стране, есть внимание к детям, есть внимание к проблемам, которые испытывают отдельные категории. Поэтому это хорошая, это замечательная акция. Мероприятие действительно стало традиционным, оно стало добрым. Оно говорит о том, что в московском районе, в городе Бресте, есть место доброте, есть место празднику. Спасибо за честь находиться среди всех вас, за честь находиться на этом мероприятии, за то, что на протяжении 10 лет у коллектива Брестской областной дирекции Белгоспромбанка, есть возможность присоединиться к тому доброту, которая идет от всех вас. И хочу пожелать от имени своего коллектива и от себя лично, прежде всего, всем нам добра, здоровья, любви, тепла и уюта. Конечно же, в наших сердцах, конечно же, в наших семьях, в наших домах и, конечно же, в нашей республике Беларусь. С праздником! Семей и деток, нуждающихся в конкретной финансовой помощи, только в московском районе областного центра немало. Потребности разные, как и возможности родителей, поставивших во главу угла воспитание и сохранение своего ребенка. А для тех, кто подарил свое сердце детям, оставшимся без попечения родителей, а это родители-воспитатели домов семейного типа, такая поддержка и забота весьма важна, ведь для многоголоса детской компании нужно много и всего. Во-первых, это праздник всегда. Мы здесь встречаем уже знакомые лица, тех добрых помощников наших, спонсоров, которые ежегодно помогают нашему дому. Кстати, нашему дому 10 лет исполняется, поэтому да, у нас юбилейная дата, можете нас поздравить. И, конечно, акция очень важная, очень полезная, потому что все, что мы здесь получаем, какие-то денежные средства, они, конечно, идут на пользу дому. Мы что-то покупаем детям, то, что нам необходимо в дом. И мы очень благодарны всем, кто в этой акции участвует. Оказывать постоянное содействие – цель, которую преследует попечительский совет. Это очень, скажем, дорогое нашему сердцу мероприятие, в которое мы уже не один год участвуем, и в которое мы вкладываем, скажем так, душу нашу, душу нашего коллектива. И то, что мы сегодня будем поздравлять и дарить этих вот и деток, и взрослых, это, скажем, наша такая позиция. Это наша позиция нашего предприятия Брестового газа, это позиция Белой Руси, которая всегда находится рядом с людьми, с обществом, и старается помочь не только в разрешении вопроса, а где-то и материально поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Все это продолжится? Конечно, конечно, тем более, что праздники-то какие-то. Цветочные дни, которые всегда принято дарить, делить, говорить хорошие слова, поздравлять и делиться тоже чем-то хорошим. И мы к этому готовы. В благотворительной акции «От сердца к сердцу с добротой» приняли участие многие организации и предприятия Московского района. Депутаты Палаты, представители Национального собрания Беларуси, все они пришли с подарками. А это значит, что есть у нас люди, которые помнят обедок других, которые отзываются на чужое горе. Они творят добро, а за добро воздаются добром. Новый год, и, конечно, хочется от души пожелать вот такого чистого, свежего воздуха, которым мы сегодня дышим, солнышко, снега, мира. В этом плане для того, чтобы мы с уверенностью шли вперед, выполняли задания, выполняли доведенные планы, чтобы наша экономическая стабильность, нашей страны было все лучше и лучше. Лариса Осмолович, Андрей Щерба и Юрий Лемонтович. Новости Бреста.